Отопительный сезон для жителей дома номер 15 по улице Якова Горельна так еще не начался. В июле здесь в рамках капремонта приступили к замене инженерных сетей, электричества, водопровода, канализации, отопления. Новые батареи установлены, но отопление дали пока только в подъезде. Разобраться, почему жители до сих пор мерзнут, на место выехал руководитель комплекса ЖКХ энергетики Александр Шабатинский. Вешайте объявления, находится здесь человек, который координирует все это. Знаете, когда в случае чрезвычайной ситуации штаба, вот у вас должен быть здесь начальник штаба, который координирует все эти действия и записывает, такая-то квартира, в такое-то время, в такое-то, организовываете этот процесс. Я еще раз говорю, никаких три дня, завтра к вечеру, к концу дня, тепло должно быть в доме Пущера. Выполнить работы раньше помешали задержки в поставке материалов, возникали проблемы с допуском представителей подрядной организации в квартиры. В стороне от процесса осталась и управляющая компания, не оказав должного содействия. Теперь жители требуют перерасчет. Составляете акты и все. И как только у вас до нормативной температуры доходит до 18 градусов, это момент, когда вы должны платить. Для пуска тепла нужно, чтобы жильцы сразу пяти квартир были дома и проконтролировали процесс. А сделать это проблематично, когда собственники не могут прийти к согласию. В итоге страдают все. Подрядчик пообещал сделать все возможное, но как скоро придет тепло в квартиры, теперь зависит от самих жителей. Дом на Радищево, напротив, лучший пример того, как можно вести работы. Замена кровли здесь в рамках программы капремонта идет с опережением графика. Поэтому дома, в принципе, претензий нет. Если на черновом настеле уберут мусор, соответственно, подрядчик мы за этим проследим, то, в принципе, все замечательно. В этом году все работы по капремонту на объектах должны быть завершены к 20 октября. В будущем власти обещают начать эту работу гораздо раньше и сократить срок до 15 сентября, чтобы люди не страдали от капризов погоды. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.